всем привет и добро пожаловать на мой канал на этой неделе к нам приедут родители я решила немножечко подготовиться я хотела накрыть воскресный завтрак ну такой вот стол с завтраком и к этому я уже в пятницу готовлюсь я испекла вот такой вот пирог или можно сказать это даже кекс рецепт этого кекса я вам оставлю под видео или ссылочку на этот кекс я вам оставлю под видео так как я это теку кекс уже несколько раз пекла и у меня просто есть снятый рецепт мы пришли с магазина и вот что мы купили и за вот это вот все моя даль 61 евро с копейками с сейчас быстро пробегу покажу что купили тут вот такой вот колбасу она по типа как докторская здесь я не знаю сколько 650 грамм и я ее всегда покупаю когда я крошку делаю затем купили вот такие вот булочки тоже очень вкусные часто покупаем такие также вот такую вот колбасу всегда я беру и она появилась в лидле это такая вот колбаса она немножко горьковатая с перцем а нет это не горьковатая она с паприкой а есть такая еще только горьковатая и простая классическая такая затем пила два вот таких сорта колбасы тоже очень люблю она была по акции так она стоит уровень 99 а на этой неделе она была фавору 29 и срок годности еще больше с чем месяц я купила две вот таких и твела затем купили вот такой вот сыр но это больше фабиан себе купил чем я вот такой вот сыр хочу нарезать на тарелку когда завтракать будем и вот маленький моцарелку купили также купили сливки две баночки купила сметану одну баночку понадобится на дрожжи буду хлеб печь также купила мармелад на меня вот мне понадобится для тортика фабин попросил моего родители приезжают он попросил чтобы я ему 5 спекла тортик или им спекла тортик который я ему на день рождения пекла он его любит и я вообще хотела этот тортик только на день рождения печь но он так сильно просил я опять купила мармелад и сделаю этот тортик. Затем купила греческий йогурт. Тоже сейчас часто стали кушать его. Также мне поданутся мука. У меня еще есть, но я на запасе купила петрушку. Затем купила тут еще немного фруктов. Совсем немного. Тут персики, априкосы и нектарины. И все такое дорого. Вот эти фрукты это катастрофа. За вот этот мы отдали почти 4 евро. Вот этот стоит 2,99. Купили такой вот цитрон за 49 центов. Мы просто сейчас летом сильно много воды пьем и без конца вот с этим цитроном. Затем купила клубнику. Насчет клубники хочу сказать, что килограмм стоит почти 7 евро. И в последний раз, когда я взяла вот такую вот клубнику, они мне ее взвешили. Я заплатила 4 с чем-то. А сейчас я просто увидела, что она неполная. Она как бы последняя была, я ее взяла. Но там еще другие, но тоже такие же какие-то неполные. Я ее взяла, и они мне посчитали просто как будто она полная. Вообще некрасиво сделали. Затем купила авокадо. Также купила вот такой вот грейпфрут тоже. Когда завтракаем, люблю вот этот грейпфрут. Только на завтрак купила 4 апельсина. За вот эти 4 апельсина я отдала 5 евро 11. Это очень дорого. Да, но мне они нужны тоже для завтрака. Хочу такой вот апельсиновый десерт делать, поэтому купила. Купила от Heidegger. Вообще хочу сказать, что в Лидли уже несколько раз замечаем, что они неправильно как бы цену пробивают на кассе. В тот раз они нам два продукта неправильно пробили. В этот раз вот эти неправильно пробили. Они были по акции. Они просчитали, как они на настоящей цене. Так что мы за тканку по 50 центов больше переплатили. Но захотеть еще не хотелось, поэтому да. Сейчас с колясками, поэтому сказали окей. Купила вот такие вот маленькие помидорки. Также купила два огурчика. Один для крошки, один просто так. Не было лука. Завтра Фабиана пошлю в какой-нибудь другой магазин, чтобы он мне зеленый лучик купил. Так, Фабиан себе купил вот такой вот какой-то крем для тела с авокадо. И еще я увидела вот такой вот запах. Ну, для комнаты. Хочу попробовать. Триор вот такая вот баночка стоит. И ходили мы в магазин вообще за мороженым. Нам что-то так мороженого захотелось. У нас совсем мало осталось. Ну, такое невкусное, которое такое водяное осталось. И мы пошли купить мороженое. Купили ванильное мороженое. Часто тоже делаю какие-то шейки. Например, клубника, молоко и вот такое вот мороженое в термомиксе. Тоже всегда очень вкусно. И что-то захотелось вот такого пломбира. У нас в Литве уже появилось два сорта пломбира. Есть белая, которая сразу появилась. И есть вот такое вот коричневое. Да, сейчас все это будем убирать. А вот это всем забыла показать. Купила вот такие вот себе замечательные цветочки. И сейчас поставлю в вазу. Люблю всякие цветы, чтобы каждый раз были в вазе мне цветы. Покупки разобрали. И теперь я перехожу к тому, что я стала готовить нам обед. На обед у нас будет такое вот самое легкое блюдо. И мое самое любимое блюдо это окрошка. Фабиан родители тоже полюбили окрошку. Хотя Фабиан окрошку не любит. А родители его прям полюбили. Она им понравилась. И когда лето, они всегда хотят ее кушать. И поэтому я решила приготовить окрошку. И тут у меня просто все такие ингредиенты, как колбаса, также у меня тут картофель, лучок зеленый, яйца, огурец. Это я все так не так сильно мелко нарезаю, но так средне нарезаю. И все. Потом, когда они приедут, родители, я перед их приездом это все просто заправлю. Я заправляю окрошку всегда, как оно называется, со сметаной и еще с кефиром. Ну, кефир я развожу тоже с водой. Немножечко солю и все, моя окрошка готова. Также делаю еще другие заготовочки, которые мне понадобятся для завтрака. И для этого тут я нарезаю петрушку, так меленько-меленько нарезаю. Складываю это все в баночку, и оно у меня всегда стоит. Оно даже может стоять примерно неделю. Вот я вот всегда так делаю, хожу закупаться. И потом вот петрушку сразу нарезаю, ставлю в холодильник и каждый день ей пользуюсь. Также мне понадобится для моего омлета болгарский перец. Я тоже его мелко-примелко нарезаю, чем мельче, чем лучше. И еще также нарезала такой вот красный лучок. Тоже очень хорошо подходит к этому блюду. Кекс на завтрак испекла. Вот так он замечательно выглядит. Он всегда получается очень высоким, очень вкусным. И на завтрак он хорошо подходит, он не такой сладкий. И всегда хорошо на стол поставить что-то такое печеное. Я люблю, когда, например, на завтраке есть что-то печеное. Затем я уже на завтрак подготовила, и тут в одну баночку это сложила. Тут паприка желтая, ну перец, и такой вот красный лучок. Это мне надо будет для омлета. И также тут уже порезала петрушку, чтобы она у меня уже нарезанная была, чтобы завтрак не тельться. И еще поставлю, сейчас делаю хлеб, ну тесто замешу. И потом хлеб поставлю в холодильник, чтобы завтра утром только встать и поставить выпекать. Затем уже крошку тоже нарезала. Вот столько много как-то получилось. Я не знаю, я хочу всегда меньше делать, но у меня всегда как-то так много получается. Осталось мне сюда еще дорезать укроп. Ну укроп мне сейчас привезут. Ну Фабиан родители, они у себя дома посадили укроп. У них он замечательно растет, и они мне его привезут. Я сюда укроп-то режу и потом заправлю. А еще сейчас вам покажу, я плакать хочу. Ну вот этот тортик я вам уже показывала. Я его пекла на Фабиан день рождения, и он захотел, чтобы я сейчас опять его спекла. Он его любит просто, и я вообще его всегда пеку один раз в год. Ну он так сильно просил, и я спекла. Коржи как всегда замечательные. Также купила такой же мармелад. И вот сейчас вам показываю, что случается, если полениться и крем не сделать, например, днем заранче, или поставить его, чтобы он немного остыл. Я думала за час это все успею, но теперь у меня еще больше работы. Вот что с кремом случилось. Он просто раздвоился. Масло отошло от вот этой вареной смеси, которую я делаю для этого крема. И вот такой вот получается. Теперь я его выкидывать не буду, а теперь ему дам остынуть. И вот когда он полностью остынет, я хочу его еще раз спить. Я ложечкой попробовала. На пробу он такой же, как и должен быть. Там ни катушков, ничего не чувствуется во рту. А так выглядит, конечно, не очень симпатично. Но я могу его просто по-другому украсить, этот тортик. И теперь буду ждать, пока это полностью все остынет, и буду его заново взбивать. Ну, конечно, очень жаль. Но теперь буду знать, что как надо, так и надо делать, а не быстро что-то придумывать. Думаю, ах, сварю, быстро все сделаю и готово. Нет, стоит 3 часа, он должен остывать. Надо, чтобы он 3 часа остывал. Ну да ладно. А так я его всегда делала одним днем раньше. Ставила всегда в холодильник, и потом только добивала масло и добавляла этот крем. И было всегда все замечательно, а в этот раз, когда надо, тогда не получается. Заказали мы столик в нашем любимом итальянском ресторане. И всегда, когда Фабия, родители приезжают, нас всегда вот как-то приглашают в ресторан. Я не знаю, это у нас какая-то уже такая традиция. Но мы их тоже иногда приглашаем. Иногда я тоже готовлю. Но мы в обед, как я показывала, поели окрошку. Потом я хотела спечь. Ну и я тоже вам показывала, что я пекла тортик. Ну, у меня не получился крем. Но я сейчас его немного выровняла. И теперь он у меня стоит, как бы застывает в холодильнике. Поэтому мы не могли покушать сегодня после обеда торт. Мы еще ходили с собакой гулять. Примерно два с половиной часа гуляли. Я хотела забежать еще в магазин. Мы гуляли там. Я вам один раз показывала видео, когда мы ходили там по лесу. Там озеро было. Это магазин экчен. Я туда хотела в этот экчен забежать. Но там такая огромная-огромная-огромная толпа была людей. Мы постояли, наверное, минут пять. И сразу сказали, пойдем. И вот стояли. И как раз отвезли коляску. И до машины уже бежали. Потому что ливень. Просто ливень начался. Все. Прямо за пару секунд. Вся дорога полностью в воде была. Мы все намокли. Все домой пришли. Да, сейчас готовимся и идем уже кушать. Как говорю, в итальянский наш любимый ресторан. И может быть я даже сниму, что мы заказали. Я этот ресторан обожаю. Просто. А еще совсем забыла рассказать, что мы сегодня еще ездили делать тест на корону. Потому что в рестораны сейчас только можно заходить, если негативный коронатест. А так не разрешено. И мы еще заказывали столик. Столик надо заказывать. У них всегда надо было столик заказывать. А когда корона сейчас, то и вовсе. И мы заказали столик на улице. Но они нам сегодня перезвонили и спросили. Так как погода такая, что дождь, непонятно что. И да, если например на улице они не смогут накрыть из-за дождя, то согласны ли мы сесть внутри. У них тоже такая как бы терраса. У них просто все двери открываются. Тоже очень хорошо сидеть. И тоже какой-то сервис хороший. Потому что не каждый так делает. Например, заказываешь одно, они не могут это как бы тебе дать. И они перезвонили и спросили, хотим ли мы сидеть внутри. И вот очень хороший сервис. Могу только пальчик вверх поставить. Так что пойдем сейчас кушать. И будем-будем наслаждаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...